здравствуйте дорогие друзья мы рады вас приветствовать всех кто нас слушает кто будет слушать на записи с новым наступившим 2017 годом и у нас сегодня вторник мы как всегда общаемся с ведическим астрологом анны ласточкина из таиланда доброго вечера у а сейчас вечер добрый вечер вам доброе утро спасибо да у нас такой туман сегодня в чикаго сильный очень тяжело было ехать но это не страшно у меня несмотря на то что встреча нового года была очень странная очень как бы не совсем нормально спокойная в общем какой-то какой-то странный был сумбур в жизни вот настроение все равно такое смотрящие вперед так что я думаю новый год принесет нам много много интересного да действительно я упоминала в прошлый раз во время нашего прошлого эфира или записи что мы входим в новый год с такой сложной энергией нас и меркурий ретроградный и марс соединен с кету и у людей что только не происходило в новый год и кто как по моим наблюдениям ощущениям кто как бы не планировал новый год у всех получилось как то не так как планировали но тоже неплохо многие конечно приболели такое тоже было в это время но то есть все смешалось и у многих людей так чувствую что все смешалось в этой встрече нового года ну как уж получилось это правда это правда у меня было абсолютно такое ощущение совершенно не ощущение праздника отчет чего-то непонятного ну что же это это наверное хорошо в любом случае какие-то уроки мы что-то поняли а вот но сегодня у нас мы продолжаем тему зодиака и сегодня у нас близнецы вот все что можно сказать о близнецах мы будем об этом говорить ну что ж начнем с того что такое зодиак небольшое напоминание и как мы к этим близнецам уже подошли потому что мы уже обсуждали и он на эти лица я буду чтобы проследить это в развитии нужно сказать пару слов о том с чего все начинается зодиак это определенный пояс созвездий он не очень широкий то есть это определенное место называемая эклиптикой то есть это место вдоль которого движутся светила и планеты другие наши солнечные системы мы их наблюдаем на фоне вот этих созвездий которые назвали зодиаком животным миром зодиак переводится как животные слова зу зоопарка тоже от этого корня вот и этот зодиак представляет собой этапы эволюции это не просто так то есть у нас у нас внутри есть такая программа эволюции у каждого человека и в зависимости от того какие знаки зодиака вас подчеркнуты в гороскопе зависимости от этого у вас есть определенные задачи на как на какие качества нужно обратить внимание при эволюции в этой жизни такая глобальная задача и разбираем знаки один за другим начиная с овна овен знаменует собой начало зодиакального цикла это знак который связан с инициативой мы вспомним что он мужской подвижный огненный и он несет в себе очень большой энергетический импульс для того чтобы до конца дойти нам до рыб вот весь этот цикл пройти поэтому это очень энергии энергичные люди у которых проявлен этот знак ярко в гороскопе дальше мы разобрали тельца это следующий этап эволюции когда мы заземляем импульс это земной знак женский фиксирован то есть полная какая противоположность овну получается то есть мы зафиксировались в определенное соведействие свои мысли свои устремления мы зафиксировали подождали пока хотя бы что-то реализуется и теперь мы переходим к третьему этапу к третьему знаку зодиака это близнецы и близнецы это опять-таки мужской потому что мужская и женская энергии чередуются зодиаке он воздушный первый из воздушных знаков и он двойственный что такое двойственность двойственность это когда знак вот эта часть эклиптики несет в себе энергию в раздвоение энергию когда нужно смотреть на противоположности это первый знак противоположности все двойственные знаки их перечислю это близнецы это близнецы и дева стрелец и рыбы да это знаки где мы отрабатываем свои свои задачи через противопоставление и вот этот первый знак близнецов он предполагает что человек на этом этапе у ребенок представим ребенок который родился начинает интеллектуально познавать действительность и приходит к тому что оказывается весь наш мир сотком из множества фактов которые сложно между собой сочетаются и многие из них противопоставлены друг другу есть день ночь есть горячая холодная есть мама папа есть плохое хорошее и этот знак он именно связан с интеллектуальным познанием вещей и с объективизацией то есть когда мы выносим уже из себя мы наблюдаем мир со стороны как вы его думаете о вот кто-то идет этот человек такой-то такой-то мы приписываем атрибуты другому человеку мы приписываем другие атрибуты начинается какая-то классификация начинается столкновение разных понятий поэтому этот знак бурного познания вещей и этот знак управляется меркурия то есть это меркурианский знак планеты 1 меркурианский знак меркурия это планета интеллекта это принцип интеллекта который у нас заложен речь коммуникация это как раз самый меркурий который сейчас ретроградный вот он управляет близнецами заодно он управляет еще знаком девы мы сегодня говорим о близнецах и можно ли можно ли сказать что если меркурий вот сейчас в ретрограде а то он влияет на те кто родился под знаком близнецов но опять же это поведическое видимо астрологии это немножко по-другому но так как бы если мы более об в общем скажем то на этих людей это влияет больше чем на других да есть люди ярко выраженного меркурианского типа ярко выраженный меркурианский типаж это люди к у которых много планет в знаках девы или знаков знаки близнецов это значит что многие энергии курируются через принцип интеллекта то есть такой человек живет на интеллектуальном уровне и допустим меркурий как-то себя ведет сейчас то есть у него определенно либо соединение с какой-то сложной планеты либо у него ретрогрессия как сейчас на таких людей это больше сказывается потому что и больше задевает потому что они всегда жили в ментальном срезе и всегда склонны вот например люди из люди которые живут в чувствах а если люди которые живут в ментале и таких людей может больше раздражать раздражать что-то они больше обращают внимание на поломки или если это а человек который допустим меняет деньги вот типичный меркурианский человек да он занимается вот этот эксченж мани валюты типа до одной валюты на другую он постоянно вот это ищет какие-то возможности заработать и тут ретроградный меркурий пришел то есть у него могут быть ошибки в деятельности и конечно такие люди они больше затронуты кто-то может быть совсем не мало связан с этой деятельностью или те кто работают руками это тоже ярко выражены меркурианцы потому что энергия меркурия связана с руками вообще знак близнецов он связан с руками с работой руками и они вдруг начинают делать какие-то ошибки в работе как я уже сказала в такое время лучше доделывать какие-то там операции переделывать то что нужно переделать и тогда будет все нормально то есть новые начинания сопряжены с тем что нужно переделывать и да я отвечу на вопрос ваш положительно то есть действительно на меркурианских людей ретроградный меркурий влияет больше потому что они просто больше задействованы меркурианских сферах вот вот так можно ответить понятно да и вот мы сказали мы упомянули про близнецов и про руки это очень важно соответствие как у нас в теле проявлены знаки зодиака мы начинали с овна и сказали что овен это голова дальше на телец и телец это шея горло а вот эта вся часть и дальше у нас идет как раз таки в теле даже раздвоение первый двойственный знак у нас идут две руки два плеча и две руки все вот это раздвоение первое а еще будет одно раздвоение в ногах да это кстати тоже связано с двойственным знаком стрельца тоже с бедрами связаны где у нас бедра там опять у нас идет раздвоение но и стопы тоже конечно но не уж совсем там раздвоены далеко ну вот в общем мы являемся прообразом зодиака зодиак является отражением нас нашего тела то есть все это прописано и вот это первое раздвоение случается и поэтому знак близнецы связан с ручным трудом сразу если он проявлен гороскопе что значит проявлен либо восходящие близнецы человек то есть восходят близнецы когда он рождается это происходит один раз в день там несколько часов вот близнецы восходят либо луна у него близнецах либо у него управитель лагны то есть управитель восходящего знака в близнецах какой бы он ни был там кто бы не восходил но вдруг попадает эта планета в близнецы тоже очень сильное влияние качеств близнецов на личность то есть проявлено в личностных характеристиках будет и вообще если вы видите гороскоп где скажем там три или четыре планеты стоят близнецах тоже точно можно сказать что этот человек у этого человека действительно много этой энергии и как он будет выглядеть если а восходят близнецы или какая у него будет стройная модель поведения когда восходят близнецы во время его рождения то есть человек будет разносторонним прежде всего то есть у него будет высокая степень любопытства он будет маложавого вида и достаточно подвижный что это воздушный знак он будет если в негативных таких аспектах разбросан то туда то сюда побежал то одно то другое сделал но с другой стороны он хорошо разносит информацию то есть он умеет ему можно работать скажем в продажах продать купи продай обменяй либо телерепортера либо на радио то есть человек работает с потоками информации это такой интеллектуальный меркурианский знак еще и воздушный к тому же если у нас есть другой меркурианский знак дева и разница в том что дело это земной знак вот если мы разграничим то близнецы это такие разбросанные романтики а девы это структурированы то есть если мы говорим владение словом поэзия то это близнецы если мы говорим математикой бог учет то это скорее всего дело то есть одна одна и та же планета управляет немножко по-разному они себя проявляют эти знаки да и если у человека близнецы проявлены им очень подходит командный игровой спорт и или спорт где руками надо если вы видите ребенка у которого много близнецов игра с мечом игра в команде игра чтобы он себя все время кому-то противопоставлял все время общался какие будут негативные стороны близнецов то есть всегда когда есть перебор нам это уже не нравится перебор может быть в том что человек так много всего исследует сравнивает что он не успевает заглянуть в суть вещей и возникает такое свойство как поверхностность поверхностность такая искусственность расчетливость и туда-сюда побежал но много что сделал но по сути ничего вот это вот может такой унести эффект близнецы и таким людям нужно понимать где работать в каких сферах да вот я хотел сказать вот человек наверное не всегда понимает что он разбросан и что он делает что-то не так вот как как астрология может ему помочь в этом ну то есть конечно сначала наверное мы даем общую какую-то информацию сначала конечно нужно сделать почему это так потом мы понимаем как потом говорим что любая позиция в гороскопе это задача на эту жизнь и что такое сухой задача через близнецы через знак близнецов это понять противоположности понять что мир разнообразен но одновременно вы соединить в себе эти противоположности и прийти какой-то общей концепции все-таки существования с воспользоваться своими сильными чертами вот например стать учителем очень много учителей с ярко выраженными близнецами потому что им постоянно нужно работать с большим объемом информации ее просто передавать перекладывать а еще задача у близнецов не искажать не искажать ту информацию которую они получают и потому что еще негативная сторона близнецов это сплетни это может быть как журналистика так и сплетни что принципе одно и то же можно пойти например на такую передачу где вся журналистика заключается в том что мы обсуждаем не понять что то есть какие-то людей ну как желтая пресса желтой прессы поэтому вот задача накладывается на такого человека следить за тем какие потоки информации ты пропускаешь через себя и от этого зависит вообще звучание жизни как она будет развиваться от того какую информацию что мы читаем близнецы если можно человека с такого типа близнецы да у него много близнецов он любит читать он любит читать либо он любит но сейчас когда у нас вообще чтению к чтению не приучаемся а сейчас скорее просмотр каких-то роликов на ютубе там поверхностное и все время опасность не заглянуть в глубь а остаться вот на вот в этом вот кто что кому сказал что сделал вообще для людей которые родились вот под этим знаком у кого у них сложная задача в жизни стоит им сложно воплотить вот свое свои кармические какие-то задачи и быть каком-то русле что ли труднее чем другим знаком или или нельзя так сказать а потому что у нас нет одного знака в гороскопе у нас есть переплетение разных энергий и но если мы представим вот таких прям близнецов близнецов что вообще не не заземленные им трудность их жизни заключается в том что они никогда не сядут ровно и не сделают никакую задачу в жизни и как бы вся жизнь них пройдет в легкости в экспериментах таких вот интересненьких улетных вещах которыми восхищаешься и все вот этот это вот если вы спрашиваете сложно ли это какая-то задача нет это легкие люди это как раз таки легкие и маложавые игривые люди и во внешности будет проявлена такая вот искристость они могут могут шутки говорить там какие-то и вот чистые близнецы они люди которые живут достаточно беспечно пока их не накроет какими-то другими энергиями или они всегда в потоке в таком воздушном потоке находятся воздушный знак да ну и вот допустим у меня есть знакомый она может спонтанно организовать вечеринку спонтанно к ней приходят люди двери никогда не закрываются в доме то есть это достаточно хорошая энергия через близнецов можно уладить любой конфликт интересно что в близнецах конфликт рождается но высшее ипостасили выше высшее значение близнецов путем сравнения все-таки прийти к какому-то консенсусу и дать накормить людей той информации которая им нужна не раздор сеять а наоборот решать эти конфликты задачу можно обозначить для людей которых много энергии близнецов кстати мы с вами абстрактно говорим об этой энергии что нас и что у вас у меня это энергии мало там не стоит в близнецах это не воды как я опять скажу это не значит что у нас нет этой энергии и мы не способны скажем делать несколько дел одновременно что это не наша природа наша природа погрузиться достаточно четко структурирована в какую-то суть сферу деятельности и не разбрасываться вот вот каждый раз мы это повторяем и каждый раз я прихожу к выводу что это настолько настолько правильно и и правда это настолько тяжело когда есть много разных дел и у меня начинается паника даже когда я знаю что мне много всего разного надо сделать но мы сегодня не у нас да мы сегодня о близнецах когда которые кстати такие задорные моложавые юные и цвет связанные с близнецами такой зеленый конечно цвет молодости и само слово зеленый означает также юный и когда мы говорим о начале зодиака вот мы сейчас сказали овен телец близнецы это все знаки связанные с юностью то есть овен это вообще ребенок такой вот идет на пролом который телец это тоже ребенок который кушает скажем да учится кушать и наслаждаться там какими-то сторонами нашей жизни учится а близнецы это ребенок который находится который учится разговаривать и вот с близнецами связано слово слово связанное со стельцом именно через стельца слово материализуется а вот куда его направить то есть это уже связано с близнецами то есть это куда мы своим словом выстреливаем в кого то есть вот эта журналистика нужно силу в кого мы целимся что несет наши коммуникации даже что несет вот эта суть слова это телец а именно слово как коммуникация как акт коммуникации это уже близнецы и у кого эти лица близнеца и выражена тем конечно а лучше заниматься какой-нибудь словесностью пока гурналистикой, писательством, это писательская, кстати, писательский знак тоже, тоже нужно это отметить, то есть работать со словом. Да, ещё что-то я хотела сказать. Если мы будем говорить географически, где места, места, где выражены. Соединённые Штаты Америки. Это страна, которая находится под сильным влиянием в лестницу, и это можно заметить, потому что там эклектика, там много разных национальностей, и если каждый бы углублялся в свою культуру, там бы уже давно был конфликт, потому что сама страна основана на том, что мы все на поверхности как-то друг с другом ещё сочетаемся, но как только копнуть глубже, там, в принципе, никакой культуры и нет, потому что это новая нация, она сравнительная, и даже существует вопрос среди, скажем, историковедов, историков, являются ли Соединённые Штаты единой нацией, либо это, ну, является ли это плавильным котлом, да, вот есть такие две концепции американского народа, либо это пицца-пай, да, или это там, где каждый ингредиент друг от друга отличим. Вот, и поэтому, вот это, скорее всего, отличим. Да, конечно, потому что создаются какие-то свои, есть какие-то свои комьюнити, где люди, наверное, им приятнее праздновать среди своих, там, особенно в праздники, или в какие-то дни, важные для именно этой комьюнити, но, с другой стороны, мы можем существовать вместе, допустим, к нам в центр приходит очень много разных людей, и это настолько интересно наблюдать, как разные люди относятся даже к той же самой духовности, вроде бы всё на поверхности, но, с другой стороны, есть какие-то тонкости, вот, у каждой нации, и это очень интересно. Да, и если мы ещё, ну, можем взять какие-нибудь Австралию тоже, это тоже там сильное влияние близнецов, но самый такой, наверное, хороший пример – это Соединённые Штаты Америки, и где энергия близнецов, там, конечно же, и продажи, и деньги, и крутятся вот вся вот эта вот, вот эти потоки финансовые, тоже там всё хорошо, потому что не нужно углубляться, купи-продай, всё на поверхности. И, конечно, можно и покритиковать, что мы, русские, критикуем американскую улыбку, которая не содержит за собой никакого смысла, то есть вот эта поверхностность, или там мы критикуем американцев за то, что они не знают географию. Это правда, это правда, очень-очень мало, на самом деле, даже интересно, что очень мало американцев, ну, таких, которые уже здесь родились, уже в каком-то втором-третьем поколении, очень много, они немного путешествуют, они, наверное, мало знают Европу, ну, то есть те, которые не сильно интересуются и не… Да, да, и вот Америку часто критикуют за вот такой вот страны поверхностности. Мы, Россия, страна, мы Россия, да, ну, если причислять себя к России, страна, которая находится по знакам Водолея, очень сложного, комплексного знака, которого умом не понять и аршином, в общем, не измерить. Вот, для нас вот это чуждая энергия близнецов, это энергия такого ростовщичества, наверное, такой вот быстрой выгоды и расчётливости, и одновременно очень большой толерантности. Ещё нужно сказать, что близнецы – это один из самых сексуальных знаков. Два из у нас таких знаков сексуальных – это близнецы и скорпион. И разница между ними в том, что близнецы хотят много попробовать, а скорпион одержим одним чем-то и даёт маниакальные привязанности. А близнецы – это именно разнообразие мнений, разнообразие партнёров, разнообразие ориентаций. Это вот близнецовская тема, в нём заложена эклектика. Сам символ близнецов – это мужчина и женщина, то есть о нём это раздвоение на два пола. И Митхуна называется на санскрите «знак близнецов», и Майтхуна – это, в принципе, сексуальное соитие, одновременно переводится. То есть близнецы, они означают сексуальное соитие. И вот именно близнецы, у кого ярко выражены, люди любят общаться. И они общаются, конечно, не только по-деловому, они общаются и со своими возлюбленными, и они непостоянны. Вот непостоянство для близнецов характерно. А можно ли, если они, допустим, об этом знают или близкие, могут ли кто-то им, ну как бы, помочь им, возможно, могут они измениться и всё-таки стать, когда они уже нашли какого-то партнёра по жизни? Ну, конечно. Удовлетворяет их любопытство вполне. Ну, если они уже… Ну, таким людям часто нужно удовлетворить разные потребности. Ну, или там нагуляться, или побывать в разных компаниях. То есть это не обязательно, что человек будет развратникой ходить налево, там, при каждой удобной возможности. Нет. Об этом нужно знать, что это такая энергия. И если она никак не удовлетворяется, то это будет, скажем, деструктивный способ её реализации. Лучше так, чем никак вообще проживать в свой гороскоп. Мы всё равно приходим сюда опыт получать. Каждый как может, так его получает. И, ну, я вообще не склонна к тому, чтобы надо кого-то менять там. То есть они сами изменятся. Сами, конечно, конечно, сами. Если же они приходят с таким вопросом человек, что я, говорит, уже не могу с таким жить, меня постоянно куда-то в разные стороны тянет, то можно уже работать с этим и что-то посоветовать, рассказать, почему это. Потому что сознание проблемы – это на 90% её решение. Потому что мы можем ту же энергию черпать из других источников. То есть пойти и, допустим, человеку не хватает впечатлений, близнецам часто именно впечатлений не хватает. Работаем материала рабочего. Нужно встать за прилавок и пропускать через себя огромное количество клиентов. Тогда уже ничего не захочется. Это шутка, но вот примерно оно так и работает. Если вы всё время обращаетесь в какой-то среде, то близнецы удовлетворяются. Не то, что вы с вами удовлетворяетесь, потому что человек не может запретить себе реализовывать свою природу. Это природа, мы пришли сюда за опытом, и этот опыт нам надо получать. То есть, конечно, в любом случае пройти через какие-то уроки, чтобы потом понять и двигаться дальше. Хотела сказать по поводу не только стран, но и просто мест. Как нам повысить энергию близнецов? Допустим, для чего она вообще нужна? Если мы засиделись, потому что это воздушный знак. Например, у нас с вами много энергии земли. Ну и мало энергии воздуха. Ну, я не знаю точно, но, допустим, нам не хватает. Общаясь с такими людьми, мы приобретаем новые идеи. Нам как бы становится, есть чем дышать, и есть куда дальше двигаться. Вот эти воздушные знаки, коммуникативные знаки, они двигают человека через знания куда-то. И вот если не хватает, для чего нужны близнецы, так как бы выразить поточнее, чтобы не было застоя в информации. Вот когда, допустим, особенно в давние времена, скажем, не было ни библиотек, ничего, ну, не было книг, не было коммуникации, людям было очень сложно двинуться на новый уровень развития интеллектуального. Близнецы они как раз для этого. То есть это нужно сходить в театр, в библиотеку, на какое-нибудь ток-шоу. Это мы схватываем энергию близцов, пищу для ума, пищу для противопоставлений, потому что через противопоставление мы познаём себя. Мы сами всё время в этих внутренних противопоставлениях как-то вот закисаем, и нам нужно вынести это вовне и посмотреть, как общаются люди. И у нас появятся новые идеи для жизни, как бы новые стимулы. Или сходить в кружок, там, скажем, где руками работают. Тоже мы себе энергию близнецов приобретаем. Ещё места какие связаны. Детские игровые площадки. Разное наблюдение того, как на пляже, скажем, я иду, люди играют в волейбол. То есть начинаешь смотреть одна, другая команда, и вовлекаешься в этот процесс, и тебя это вот... Это даёт энергию близнецов, эту игривость жизни. И это даёт расслабленность одновременно. Жизнь — это интересная игра. А мы все актёры. Да, и мы все актёры. И, кстати, вот я хотела пример привести, именно как выглядит человек, у которого есть вот эта искра близнецов. Если мы представим учёного Эйнштейна и представим его самую знаменитую фотографию, вот примерно так выглядят близнецы с языком. Они всё время... Да, они такие приколисты. То есть они игривые. И вот не каждый человек высунет язык на публике. А вот такие люди, они на это способны превратить жизнь в игру. Ну, и я думаю, что это совершенно замечательно. Это вообще замечательно, что у нас есть разные знаки, разные люди и разные актёры по жизни. И это очень здорово. Ну, хорошо. Мы обо всём вроде бы поговорили, да? Да, если нет вопросов у наших радиослушателей, то можно закончить на этой ноте. Да, да. Я думаю, что вопросы могут появиться, когда нас послушают, возможно, в записи на YouTube. Вы можете найти на нашем канале в YouTube все записи с Анной Ласточкиной. И, конечно же, очень рекомендую послушать запись, которую мы сделали перед самым Новым годом. Очень было интересно. Я для себя почерпнула очень много нового. И, конечно же, пишите нам на sungatesradio.com, на YouTube, и мы с удовольствием будем отвечать на все вопросы. И, конечно же, если есть желание, то можно взять полную консультацию у Анны Ласточкиной и понять про все свои знаки, про свой гороскоп. И появляется тогда, я считаю, появляется возможность работать над собой, сбалансировать свою жизнь и сделать её ещё лучше, ещё интереснее. Ну что ж, на этом мы прощаемся с Анной. Спасибо огромное. И до следующего вторника. До свидания. Всего всем доброго. Субтитры создавал DimaTorzok